Здравствуйте, друзья! Смотрите простой пример, как русская пропаганда бомбит Донбасс 8 лет. Слушайте звук выстрела и прилета. Свидетельство местного очевидца, как это было? Это примерно около 14 часов начались первые близкие прилеты. Ну, как всегда, небольшой хлопок, потом свист и разрыв. Достаточно близко. А вот теперь посмотрите, как случайный свидетель сразу же после взрыва снял место падения снаряда. Вот, друзья, изумруд, центр Донецка, вот это ямка. И это же самое место падения снаряда, только уже в объективы камеры пропагандистов, куда они подложили осколок из снаряда Три-Земерки. Там мы в подвале были. Один, второй, третий пришли. Вот так, на ровном месте, просто так, из ничего. Сами обстреляли, что подтверждает звуки и свидетельства местных людей. Потом мы видим, что никакого снаряда натовского там не было, и после сюжета пропагандистов он там появился. Все очень просто. И вот таких сюжетов сотни тысяч на протяжении 8 лет, если не миллионов, кстати, на протяжении 8 лет, вот так они бомбят Донбасс. Вот так они настраивают русский народ против украинцев. Вот так они настраивают жителей Донбасса против Украины. Вот так они разжигают войну и ненависть. Вот так работает пропаганда. Сначала информационная оккупация, а потом приезжают танки. И ракет.